В эфире информационная программа события. Здравствуйте, в студии Айгуль Зыганшина. Областная прокуратура обратилась с иском в Ленинский районный суд Самары к Волгокредитбанку с требованием пересмотреть реестр вкладчиков. Напомню, в декабре у банка отозвали лицензию, люди обратили за компенсацией, но выяснилось, что получить они могут далеко не все свои деньги. Коридоры Ленинского суда еле вмещают обманутых вкладчиков Волгокредитбанка. Желающих вернуть свои кровные с каждым днем становится все больше. Пострадавшие, получая страховые выплаты, с удивлением узнавали, что на момент отзыва у банка лицензии их счета были пусты или изрядно похудели. В электронной базе Волгокредита содержалась информация о том, что клиенты снимали средства со счетов, хотя сами они утверждают, что этого не делали. Сегодня обманутых вкладчиков уже порядка двух тысяч, а сумма превышает полтора миллиарда рублей. Я такой же вкладчик, Волгкредитбанк и вклад в феврале прошлого года. Ну и когда я пришла в банк агента за тем, чтобы мне выплатили страховую компенсацию, мои суммы, и обнаружила, что по выписке из Волгкредитбанка мне причитать всего лишь 10% от моей реальной суммы, которая там лежала во вкладе на счету. Областная прокуратура вышла с иском в суд Ленинского района. По данным ведомства, председатель правления Волгокредитбанка Татьяна Ярилкина передала следствию жесткий диск. По ее словам, именно на нем содержится вся достоверная информация по вкладам физических лиц. На данный момент председатель правления Татьяна Ярилкина находится под домашним арестом. Первое предварительное слушание изначально сделали открытым. Однако по ходатайству агентства по страхованию вкладов всех пострадавших попросили выйти, дабы не разглашать коммерческую тайну. Ситуация с банком Волгокредит находится на контроле полпреда президента в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича и депутатом Госдумы Александра Хитштейна. Валерия Квасневская, Павел Пресняков. События. Другим темам в Самаре появится новый логистический центр компании «Ла Прусси». Она производит кабели и провода для разных отраслей промышленности. Продукция компании применялась при строительстве всех Диснейлендов мира, ледовой арены в Сочи при реконструкции Большого театра. На встрече с главой администрации Самарой Олегом Фурсовым представители компании обсудили реаторг вопросов по подведению коммуникации к будущему зданию и организации инфраструктуры. Мэр поручил городскому департаменту строительства и архитектуры не затягивать с выдачей разрешения на строительство. Чем быстрее мы оформляем, тем больше инвесторов желают прийти к нам работать, потому что капитал он не должен, как мы понимаем, простаивать, он должен работать. Чем быстрее капитал включается в оборот, тем выгодно всем – и сообществу городскому, и собственникам этого капитала. Поэтому давайте так, до конца недели мы разрешение такое подписываем. Центр планируют разместить в микрорайоне «Крутые ключи». Это будет логистический центр, обслуживающий территорию всей страны. Компания инвестирует в проект более 160 миллионов рублей, создаст новые рабочие места. По предварительным оценкам налоговое поступление в областной и городской бюджет за несколько лет могут составить 250 миллионов рублей. Завершить строительство нового логистического центра планируют осенью этого года. Тем временем самарские школы начали открываться после карантина. Сегодня остаются закрытыми четыре, но и в них внеплановые каникулы могут закончиться уже через несколько дней. В целом ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ приходит в норму. Превышение ПИД порога в России отмечалось в период со 2 по 8 февраля. Как в будущем снизить число заболевших школьников, обсуждали на еженедельном совещании в мэрии. Вновь в строю после профилактических каникул. Семь самарских школ открылись после карантина по гриппу и ОРВИ. Еще в четырех учебный процесс может возобновиться уже 17 февраля. Всего же в Самаре в конце прошлой недели из-за превышения эпидемического порога 11 школ были закрыты полностью. Частично приостановлены занятия в некоторых школах и группах в детских садах. Если по причине болезни в школе отсутствует 30% учеников и преподавателей, ее закрывают на карантин. Класс отправляется на вынужденные каникулы, если занятия не посещают более 20% детей. Одна из причин, извините меня, я скажу, это кроется в малой культуре. В первую очередь родители, которые отпускают детей в школы с катаральными явлениями, пренебрегая температурной реакцией. Кроме того, главный детский инфекционист региона рекомендовал проверяющим организациям больше внимания уделять состоянию пищеблока в санитарных помещениях, в школах и детских садах. В департаменте образования следят за профилактикой. Прививки от гриппа сделали почти всем преподавателям и детям. Достаточно большой процент, около 80% детей были вакцинированы. И, конечно, ежедневный медицинский осмотр детей при утреннем приеме. Мы своевременно выводим из коллектива не только детей, но и персонал с признаками гриппа. Отменили сейчас массовые мероприятия. Плановые проверки в школах проходят регулярно. Но закономерности в закрытии тех или иных школ на карантин в течение нескольких лет ни Роспотребнадзор, ни городской департамент образования выявить не пытались. Глава администрации Самары Олег Фурсов поручил разобраться, в каких школах дети болеют чаще, и выяснить причины роста заболеваемости в образовательных учреждениях отдельных районов города. В рабочем порядке мне направьте тогда статистику за несколько лет, в каких школах предпринимались меры по частичному закрытию школ и по детским садам, и наложите итоги проверок по детским садам, которые были в конце года. Давайте посмотрим, нет ли здесь закономерностей каких-то. Кроме того, во время следующих проверок департамент образования учтет рекомендации инфекционистов. А родителей просят не отправлять в школы и детские сады детей, пока они полностью не поправятся. Марина Кравцова, Максим Гусев, События. Также в мэрии были озвучены амбициозные планы на предстоящую весну. Город должен преобразиться как никогда. В год 70-летия Великой Победы традиционная апрельская уборка будет масштабнее, чем обычно. В этом году в том числе планируют обновить старые остановочные павильоны, которые имеют неприглядный вид. Общегородской субботник намечен на вторую половину апреля, а уже на следующей неделе пройдет первое заседание оргкомитета, где обсудят все детали. Как только погода позволит, должны приступить к работе по поведению города в порядок. И работа должна быть очень слаженная, системная. Каждый должен понимать, за что он отвечает. Если мы в апреле будем раскачиваться, Вячеслав Сергеевич, да, и определять объемы по ходу, ничего из-за этого хорошего не получится. Нам предстоит в этом году как никогда украсить город. И здесь ни один департамент в стороне не останется. А пока внимание не ослабевает к уборке снега с городских улиц и крыш домов, в целом управляющие компании стали более ответственны, хотя не без исключения. Вновь критика обрушилась на альтернативу, сотрудники которой снег с крыш сбрасывают прямо на очищенные тротуары. Потом эти снежные сугробы частные коммунальщики не убирают. При этом на содержание старых домов со скатными кровлями они получают субсидии с городского бюджета. Мэр Самар Олег Фурсов поручил подчиненным рассмотреть варианты изменения финансирования. Возможно, средства, которые альтернатива не может применить по назначению, будут переданы муниципальному предприятию благоустройства на очистку тротуаров. Кадровое назначение в Самарской мэрии. Глава администрации Самара Олег Фурсов представил своего нового заместителя Александра Филатова. У него большой опыт работы на региональном уровне. Ранее Александр Филатов курировал вопросы гражданского и патриотического воспитания в областном инкульте. Затем руководил управлением обеспечения государственных гарантий и повышения качества услуг в областном правительстве. Работал в управлении делами губернатора правительства Самарской области. Вот сегодняшний день он работает в статусе заместителя, значит, главы администрации городского округа Самара. Но я думаю, что большинство из вас с ним знакомы по функционалу, значит, он будет заниматься здесь в том числе хозяйственными вопросами. Врач от Бога и поэт от сердца, почетный гражданин Самары, почетный профессор Самарского медуниверситета, лауреат национальной премии «Призвание», заслуженный врач России Виктор Поляков стал лауреатом международной премии «Имперская культура». Виктор Петрович стал лучшим в номинации «Поэзия». Помимо того, что почетный самарец до сих пор преподает на кафедре кардиологии и кардиохирургии медуниверситета, он автор нескольких поэтических сборников, член Союза писателей России. В разные годы престижные литературные премии «Имперская культура» были удостоены писатель Валентин Распутин, поэт Владимир Костров, летчик-космонавт Виктор Савиных. В творчестве самарца Виктора Полякова анимал произведения, вдохновением для которых стал «Любимый город на Волге». С наградой Виктора Полякова поздравил глава администрации Самар Олег Фурсов. Вы яркий, щедрый, добрый, талантливый, любящий человек, тонко чувствующий их сердца и души, воплощающий свои чувства и замечательное стихотворение. Спасибо вам от имени всех жителей Самары за то, что вы дарите нам радость общения с высоким поэтическим искусством. От всей души желаем успехов. Поздравление в эти дни принимает Василий Сабенков, ракетостроитель, воспитатель молодого поколения. Ветерану Великой Отечественной войны, почетному работнику завода ЦСКБ «Прогресс» исполнилось 90 лет. С праздником ветерана поздравили коллеги депутата Самарской губернской думы. В свои 90 Василий Георгиевич Сабенков не сидит на месте. С уходом на пенсию стал заниматься патриотическим воспитанием молодого поколения. Вот и сегодня, в день своего юбилея, не столько сам принимает поздравления, сколько развлекает малышей. В центре детского творчества поиск ветеран Великой Отечественной не впервые. Дошкольники, затаив дыхание, слушают его рассказы и называют Василия Георгиевича дедушкой. Вот моя деревня, вот мой дом родной, вот качусь я в самках по горе крутой. И они все равно ничего не понимают о войне, это понятно. Я стараюсь как можно больше вот таких вот стихотворений наших писателей рассказать. Они больше понимают о зиме, о лете, о весне и так далее и тому подобное. А так, ну что я им расскажу, как я сражался, как я стрелял. За годы войны Василий Сабинков был награжден многочисленными медалями, в том числе двумя орденами славы. За освобождение Варшавы и за победу над Германией. После войны 56 лет отработал на заводе «Прогресс». Вы пример для жизни, жизни для молодежи, для всех нас. Спасибо вам большое за все то, что вы сделали для развития нашего региона, за вашу великую победу, которую вы одержали в годы Великой Отечественной войны. Когда-нибудь Василий Георгиевич мечтает, что расскажет этим малышам, как его не брали в армию из-за маленького роста. Но настойчивое желание защищать родину помогло освободить Варшаву, спасти своего командира и вернуться домой живым. Марьяна Мирная, Артем Сулайманов, События. О другой войне Афганской вспоминают в эти дни участники тех событий. В областной столице отметили 26-ю годовщину вывода войск из Афганистана. У памятника воинам-интернационалистам по традиции собрались представители ветеранских организаций, родные и близкие солдат, которые не вернулись из горячих точек. Война в Афганистане длилась долгих 9 лет. В 1988 году после заключенных Женевских соглашений о политическом урегулировании конфликта СССР начал вывод войск. Последняя колонна с советскими военнослужащими пересекла афгано-советскую границу 15 февраля 1989 года. Игорь Бекренев был в той колонне. Рассказывает, день, когда закончилась война, запомнил на всю жизнь. Матери встречали там кто. Бежит мать впереди. Сумку бросила, все. Бежит, кричит. Она увидела, видать, сына на БМП. Я остановился, ее говорю, мать, давай сюда. Она нет, она все, собрал я за ней. Догнал БМПшку, я говорю, пацаны, остановитесь, там за кем-то мать бежит. И вот она увидела сына, ее подняли на БМП, посадили. У меня прямо слезы, честно говоря, градом текли. Но не всем было суждено дожить до этого дня. За время войны в Афганистане погибли более 15 тысяч солдат. С той войны не вернулись 245 самарских ребят. Память о них жива до сих пор. В самарских школах в честь своих выпускников, которые погибли в Афганистане, устанавливают мемориальные доски. Чтобы современное поколение знало, чтобы помнило. В этом году уже открыты 7 досок памяти. Когда в школу приходят ребята, они видят, смотрят, что был такой парень. Он не отступил, увидев перед собой такую преграду. Но война – это есть война. До конца года в самарских школах планируется установить еще 16 мемориальных табличек. В память о тех, кто не вернулся с Афганской войны, в 26-ю годовщину вывода войск, родственники и друзья погибших солдат, представители ветеранских организаций города, возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам. Лариса Шалафаста, Алексей Золотенков, События. Новые возможности предлагает наш телеканал своим зрителям. Теперь здесь ежедневно транслируются программы о России, истории знаменитых россиян, о политике и экономике. «Самара ГИС» и российский телеканал «Вместе РФ» теперь партнеры. Программы телеканала «Вместе РФ» можно смотреть на «Самара ГИС» каждый день, после шести вечера в кабельных сетях, а также онлайн на «Самара ГИС». Художник рисует картины, женщины рожают детей, дети идут в школу, на полях вырастает хлеб. И каждый новый день обязательно будет лучше предыдущего. Мы так похожи. Взгляды на жизнь канала «Самара ГИС» и кредо телеканала «Вместе РФ». Разные только границы. Обращенным в будущее называют свой телеканал сами сотрудники. «Вместе РФ» телеканал достаточно молодой. Ему всего два года, но уже уверенно движется по стране. В редакции карта наступления на регионы. Благодаря сотрудничеству с компаниями «Ростелеком», «Триколор», более мелкими операторами, красные флажки словно маяки в большинстве территорий России. «Вместе РФ» смотрят в кабельных сетях и спутники. Потенциальных телезрителей до 42 миллионов человек. У жителей Самары и области появилась дополнительная возможность смотреть программы о себе, России, истории, знаменитых россиянах, о политике и экономике. «Самара ГИС» и «Вместе РФ» теперь партнеры. Телепрограмма «О нас» в «Самарцах» «Вместе РФ» также будет транслировать в своем эфире на всю страну. «До недавнего времени нас с телеканалом «Вместе РФ» объединяло одно. Это 24 часа повещания. Теперь, когда подписан партнерский договор, телезрители Самары увидят около трех часов контента. Это восемь передач. Увидеть, как делается государственная политика, как рождаются важные для людей и страны в целом законы, дает возможность телеканал «Вместе РФ». Регулярные прямые трансляции с совещаний, встречи, дискуссий из центра Москвы идут в эфир, что называется, без купюр. Здесь нет запретных тем. Здесь обсуждается, чем живет страна, регионы, большие города. Здесь порой не выбирают выражений и бывает страшно интересно, рассказывает главный редактор телеканала «Вместе РФ». Неправильно думать о том, что, если мы живем в Самаре или в Нижнем Новгороде, то что они там делают в Москве, нас это не волнует. Очень даже волнует. Потому что, если обсуждаются тарифы, допустим, вот скоро придет железная дорога и будет обсуждать историю, которая случилась с железными дорогами, с пригородными электричками. Но, простите, Совет Федерации – это единственное место, где удается обсудить открыто вот такие сложные вещи. Душу проекты телеканала «Вместе РФ» тоже греют. Публицистический сериал «Наша Марка» рассказывает о заводах, небольших производствах и мастерских, о простых и скромных тружениках нашей страны. Например, конструкторе корабля на подводных крыльях, чьи успехи и достижения – повод для патриотизма и гордости за страну. Существует множество версий о происхождении самоваров. Похожими приборами пользовались японцы и китайцы. Своеобразный культ самоваров существовал в Персии и в современном Иране. Но ни в одной стране мира, ни в одном городе эти приборы для кипячения воды не достигли такого совершенства и разнообразия форм. И даже этот гигантский самовар является действующим. Передачи телеканала «Вместе РФ» сама Аргиз показывает каждый вечер. В кабельных сетях, а также онлайн на самарагиз.тв. Теперь на законных основаниях знакомьтесь с сенатор. Крупным планом актуальное интервью людей РФ – это наша марка. Это время и мы. И все это круглосуточно. Ваш городской телеканал «Самарагиз». Меняемся, оставаясь верными самарцам. Ирина Тулгаева. События. И у меня на этом пока все. Телефон редакции 202-11-22. Наш сайт самарагиз.ру. Читайте нас в Твиттер, скачивайте приложение и смотрите телеканал «Самарагиз» на экранах смартфонов и планшетов. Всего доброго и до встречи. Здравствуйте. Финансовые новости на телеканале «Самарагиз». Половина россиян отказалась от покупки подарков на праздник 14 февраля. Причина, как несложно догадаться, кризис. Вполне возможно, без подарков граждане обойдутся и в День защитников Отечества, и в Международный женский день. Всего 20% граждан отметили, что им не придется пересматривать свои планы. 14% респондентов принципиально не экономят на этой статье затрат или просто не дарят подарки. А 4% респондентов купили все подарки заранее. Кстати, вот с 8 марта я бы шутить не стал. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждался в пятницу на совещании у президента России Владимира Путина. Сейчас пенсионный возраст в России составляет для женщин 55 лет, для мужчин 60 лет. Планируется увеличить показатель лет-то так на пять. В Минэкономразвитии считают, что в России придется перейти к повышению пенсионного возраста. Вопрос лишь в сроках, механизмах и последовательности действий. В Минфине тоже считают эту меру экономически оправданной. И скоро мы станем страной без пенсионеров. До пенсии просто никто не доживет. Если грамотно распланировать заказ авиабилета и перелет, можно сэкономить приличную сумму. Российским туристам рекомендуется заказывать билеты в европейские страны за 4 недели до поездки. Как выяснилось, именно в это время можно найти самые выгодные предложения. За один месяц до поездки также стоит успеть забронировать онлайн-билеты в страны африканского континента и Ближнего Востока. Покупкой билетов в Северную Америку и Южно-Тихоокеанский регион надо озаботиться за три месяца до даты предполагаемого отъезда. Что касается азиатского региона, здесь можно проявить чуть больше спонтанности. Чтобы не потерять в деньгах, достаточно будет приобрести билеты на самолет за две недели. Российский фондовый рынок открылся в зеленой зоне. Индекс ММВБ подрос до 1847 пунктов. Среди лидеров роста – рост сети ФСК ЕС, НМТП и АФК Система. Лидеры падения – акции Яндекс, Дикси, аптечной сети 36,6 и группы ПИК. Российский рынок растет на инерции пятничного позитива, а также роста фьючерсов на черное золото. Фьючерс S&P снижается до 2090 пунктов. Тарги в США в понедельник не проводятся в связи с выходным днем. Азиатские рынки показывают позитивную динамику. Курс доллара на 16 февраля – 65,08 руб. Курс евро – 74,36 руб. Золото стоит 2564 руб. Серебро стоит 35,34 руб. Цена нефти марки Brent – 61,20 доллар за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Лада в овертайме переиграла «Металлург». Крылья Советов победили Мордовию, а ЦСКА ВВС потерпел поражение от Ростова. 15 февраля Лада в гостях обыграла «Магнитогорский «Металлург». Счет был открыт на второй минуте. Отличился тольятинец Дмитрий Огурцов, который вовремя вышел на добивание. На 29-й минуте Владислав Калетника сравнял счет. Вторую шайбу хоккеисты Лады забросили на 49-й минуте, а на 54-й минуте счет вновь сравнялся. Но уже через минуту Денис Баранцев неожиданным броском вывел Ладу вперед. В концовке хозяева заменили вратаря шестым полевым игроком и смогли сравнять счет, после чего игра перешла в овертайм. И всего за 7 секунд до окончания времени Дмитрий Воробьев принес победу Ладе со счетом 4-3. В воскресенье «Крылья Советов» в основном составе провели контрольный матч с Мордовией. В игре были задействованы все легионеры «Крылья», в которых планируется использовать в кубковом матче с ЦСКА. Единственный мяч был забит на 55-й минуте Адисом Яховичем с точного паса Бруно Телеса. В конце встречи «Крылья Советов» контролировали ход матча и успешно связывали игру Мордовии, не позволяя создавать опасные моменты около своих ворот. Второй матч соперникам из РФПЛ на турецком сборе основной состав «Крыльев» проведет 22 февраля с «Локомотивом». В воскресенье в Ростове-на-Дону ЦСКА ВВС проиграл в повторной встрече клубу «Ростов». Победив со счетом 4-2, ростовчане взяли реванш за поражение в субботнем матче. На 10-й минуте счет открыл Егор Рахимулин, но во втором периоде ростовчане трижды поразили ворот самарцев, получив в ответ всего один гол от Александра Исмаилова. В конце третьего периода летчики заменили вратаря на шестого полевого игрока, но пропустили гол в пустые ворота, итоговый счет 4-2 в пользу Ростова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова